Заплатить за проезд и получить сдачу, когда автобус или маршрутка начали движение, сегодня нередко заявляют пассажиры. Чаще всего с этим приходится сталкиваться в часы пик. В принципе, задерживает транспорт. Я понимаю людей, которых если здесь стоят 20 человек, то лучше, конечно, он это сделает в пути. Хотя, конечно, его отвлекает. Думаю, опасно, конечно. Водитель отвлекается во время движения. Не стоит, я думаю, этого делать. Лучше с кондуктором. В законодательной базе запрета на то, что водитель берет деньги на ходу, нет, отмечают в Макеевском отделе транспорта. В постановлении прописано, что в автобусе должен быть кондуктор. Однако, нередко эту функцию на себя берет и водитель. Одновременно следить за дорогой и давать сдачу привыкли, отмечают транспортники. Прибегать к этому приходится, чтобы уложиться в график движения. Потому что у нас, допустим, на каждый рейс есть определенный участок времени. Вот. И вот именно из-за этого всего приходится обвечивать пассажиров на ходу. Водители с опытом, которые ездят и возят людей, им это не влияет на отношение к дороге, к движению. Все мы привыкшие. Давать сдачи. Все за рулем не один год. Мы уже привыкли, но эта привычка может кому-то дорого стоить. Можно что угодно сделать. Этим же отвлекаешься. Можно и заехать куда-то и так далее. Все. Чаще одновременно управлять транспортом и принимать плату за проезд приходится водителям городских маршрутов. Однако в будущем за это могут наказывать. Это произойдет, если законопроект поддержит большинство народных избранников. Но пока неизвестно, на кого возложат контроль за соблюдением нововведения. Госавтоинспекция после реорганизации людей очень мало. И следить еще за вот этими нарушениями, наверное, будет сложно. Глававтотрансинспекция тоже находится в стадии реформирования. Поэтому тоже, кто будет исполнять эти функции, на кого они будут возложены, ну, я так понимаю, все равно это должна быть государственная контролирующая структура, которая имеет право накладывать административные взыскания. Но что такие меры однозначно повысят уровень безопасности, на городских маршрутах в Макеевском отделе транспорта не отрицают. Тем, кто будет брать у пассажиров деньги, на ходу придется заплатить от 255 до 340 гривен. Такие размеры штрафов предусмотрены в законопроекте. Светлана Киктева, Владимир Ребриков, Панорама.